Девушки отдыхают. Смотри, пассажир из Бывалого. А что с ним не так? Блотный какой-то. Да и что здесь забыл? Может, в гости к кому приехал? Может, в гости. Попроверить надо. Как ты считаешь? Считаю, это наш долг. Иди проверяй. Семенов! Семенов! Их уродов черти носят. Да на пристани, на пристани мы. Дуйте на базу, орлы-голуби. Хорош воздухом дышать. Сейчас будем. Семенов! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, пожалуйста, моего ученика. Первый день за рулем. Проходите, пожалуйста. Молодец. Не хватало еще жмуря на капот поймать. А что, он сам по колесам... Ну что, красавец, как дела? Нормально. Ну, ништяк. Пирожки приготовила? А у меня нет пирожков. Я вон вот колбасы. Сардельки только привезли. Вам же закусить. А вместо пирожков вафли. Какие сардельки? Какие вафли? Деньги давай. Так рано же еще. Покупать или нет? Касса пустая. Слышишь ты, коза, бабло гони. Молодой человек, что же вы так с девушкой грубо обращаетесь? Нехорошо женщинам такие слова говорить. Что ты сказал? Вы все слышали? Слышишь ты, бролер. Вали отсюда. И не забудь в церкви поставить свечку. У тебя сегодня второй день рождения. Давай. Пошел, пошел, пошел. Извините. Этого еще спакуйте. Этого еще спакуйте. Бежать. Чего за беспредел? Спакуйся. Леся, Леся сказал. Спасибо, Олег Ильич. Спасибо. Спасибо, Денис Павлович. Спасибо. Все нормально. Спасибо, родненький. Вы теперь к нам приходите. У вас теперь все самое лучшее будет. Обязательно. Спасибо. Ну. Ты это, сегодня дождись меня, я приду часов в десять. Ну? Хорошо? Конечно. Ильич! Ильич! Так что дальше-то? Ну ладно, орлы-голуби. Вы тут закругляйтесь, а если что у себя. Хорошо. Товарищ капитан, а хозяйка-то, она что в отделение не поедет? А что, понравилось? Хочешь, договорюсь? Да нет, ее в отдел нужно, чтобы заявление написал. Студент, давай, свидетелей, отпечатки пальцев откатаем, все как положено, м? Подождите, а как оформлять-то будем? За наличные. По всей строгости закона. Ты машину водить умеешь? Могу. Ну, так поехали. Я еще пожрать хочу. Могу. 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 Что под курткой? Стоять! 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 Руки! Что это у тебя? Нож. Я сам вижу, что не точилка. У меня есть разрешение... Руки держи, чтоб я видел. Я ж говорю, у меня есть разрешение, в отделении расскажешь. Снимай. Снимай, снимай. Ни хрена себе. И нафига тебе такое, а? Хорош базарить. Наручники одень, в отделение разберёмся. Ну что, давай по-хорошему? Давай. Давай в машину. Что, сам пойдёшь или помочь тебе, а? Давай. Пошёл. Оно, стоять! Стоять, не двигаться, я сказал. Валерка, давай его в машину. Давай, пошёл. Валерка, давай в машину. Вылезай. Пошел. Пошел. Здорово. Так что? В столице приехала. Сейчас разбираться будем. Савин, у тебя закурить есть? Нету. Слышишь, Лепатов, ты макароны свои кури. Дай ключ от третьей. Распишись. Рюкзак Родионова потом отнеси. Отнесу. Заходи. Спиной к стене. Лицом к стене. Куртку снимай. Лицом к стене. Товарищ капитан, какие будут дальнейшие указания? Сними с них наручники. Вот берите ваши честно заработанные, добавить бы не мешало, начальник, на лечение. Мы на такое-то не подписывались. Так, деньги взяли и исчезли из города по-тихому. Семенов, выведи-ка ты их через черный ход. Вот. Зубов держи, премия, купишь жене сапоги. Жена-то у тебя есть? Нет. Ну вот теперь купишь. Давай-давай, бери. Товарищ капитан, почему вы их отпустили? Ой, лейтенант, тебе объясню, так как ты у нас в городе человек новый. Говорю один раз, слушай и запоминай. Здесь против нас никто не попрет, только залетные. Приехали, грабанули и отчалили. А местные пацаны знают, что их за это ждет, поэтому и не рыпаются. За это нам, народ, деньги платит за безопасность, понимаешь? Так это постановка была. Конечно. Сейчас по городу слух пойдет, что мы двухзалетные взяли. И народ сам понесет нам деньги. Сам понимаешь, когда в городе ничего не происходит, то и платить вроде не за что. Так что бери деньги и устрой себе праздник. Давай-давай, бери-бери. Здорово, жердяй. Здорово. Закурить есть? Нет. В какой новенький? В третий. Давай ключи. Распишись. Распишись за меня, рука не отсохнет. Здорово. На, держи. Серега, зайди ко мне. Ну что ж, Зубов, хорошая бумажка. Нужная. Сигнал мы твой обязательно проверим. А хотя, ты знаешь, я тебе верю. Ты представляешь, какая сука этот Родионов? Я же с ним 10 лет проработал и ничего не знал, а? Так, Лепатов, задержать Родионова под стражу. Так, кто там еще у них был? Васин и Кривых. Семенов. Семенов и Кривых туда же. Ты же там тоже был. И позволю уйти и тем преступникам. Ну, ты же ничего не мог сделать. Забирай деньги. Давай, давай. Уликой будут. Так, завтра приезжает начальство, прокурор. Будут проверять меня. Получается, меня тоже надо под стражу, раз я все это прикрывал. Своевременно не вывел. Оборотня в погонах. А ты молодец. Герой Зубов. Молодец. Наручники есть? Давай. Ну, одевай. Давай. Ну. Вы шутите, товарищ майор? Я шучу? Да ты что? Ну-ка, пойдем. Я тебе говорю, вот туда надо. Всем внимание. Значит так. Все отделение направляется в обезьянник и находится там до особого распоряжения прокурора. Че стоим? Быстренько поднялись и пошли. А работать будет за нас, Зубов. Герой, молодец. Вот это шутка. Зубов, ты че, идиот? Идиот. Встать лицом к стене. Продолжение следует... Ну, почему ты такой невежливый? Пялился на меня там? Я тебе задал простой вопрос, а ты не отвечаешь. Ты крутой. Тебе больно, а ты терпишь. Интересно. Я не люблю, когда на меня смотрят. На меня можно смотреть только по команде. Кто ты? Это только разминка крутой. Ну, как ощущения? Стоять! Что тут происходит? Почему задержанный в камере в наручниках? Ты как со Сашем по званию разговариваешь, а? У того, кто его привёл сюда, у того и спросишь, почему он на наручниках. Понял? Дай мне дубинку. А тебе по-любому вилы. Что тут произошло? Поспорили? Поспорили? Ну да. Кто сильнее, электрошокер или дубинка? Да, ну и кто победил? Дружба. Бензопила. Понятно. Пройдёмте у вас к заместителю начальника отделения. Товарищ капитан, задержанный доставлен. Товарищ капитан, задержанный доставлен. Ну, здравствуй, мил человек. Как звать-то тебя? Молчишь. А вот скажи мне, пожалуйста, на кого ты собрался охотиться в наших краях с таким тесаком? На врага. Чего? Вы её обыскивали? А всего не успели. Так обыскать? Значит так, Орлы Голуби. Только что разнарядка получена. Из колонии сбежало несколько серьёзных зэков во время транспортировки. Убили охранников. Это от нас недалеко, но могут рвануть нашу сторону. Так, это у нас ещё кто? Только что доставили. Оказал сопротивление при задержании. Сопротивление? И как же это он у нас сопротивлялся? Ну-ка, сними с него наручники. Товарищ майор, я не стал бы, он просто... Выполнять! И без фокусов. Свободен. Майор Горову Шаманов. Ох, а чё ты сразу-то не сказал? Вот те раз. Вот те два, Орлы Голуби. Так мы ж... Что ж мы ж, малыш? Он... Алфёров сказал задержать, обыскать. Говорит, подозрительный тип хулиган какой-то. Думали хулиган, а оказался ветеран. Как он хулиганил-то? Ну, он сопротивление оказал. И оружие у него. Какое оружие? А, ножичек. Вот. Документы сразу проверить не могли. Так мы вообще-то... Ну, мы просто... Так, ну-ка, сгоняй, сделай нам кофе попить. Ага. Чё тут ночишься, как ошпаренный? А, блин, заварил ты кашу. Хлопец, помнишь, тот у кафешки который? Так он, спецназовец оказался, ветеран. Краповый берет. Ну и что? Кофе теперь будешь ему носить? Буду. Майор прикажет? Буду носить. Ну чё, показал бы удостоверение, все вопросы отпали. А то, видишь, что получилось? Мои не сильно тебя помяли? Ты на хлопцев-то не обижайся. Ну, ошиблись. С кем не бывает. Твой. Да, то, что драку затеивает, конечно, плохо. Документы отказался показать, тоже не в твою пользу. Но у нас, как говорится, ветеранов в городе уважают. Да, Денис Павлович? Так точно, Олег Ильич. Где ты такой тесак взял, а? Подарок. Да, слушай, тут Семенович заходил. Потом. Пойдём. Заходи, садись. Выпьешь? Нет. Как хочешь, а я выпью. Ну, рассказывай, как оказался в наших краях. Катером. Чё такое мрачное? На моих обиделся. Вы чё хотели-то? Да ладно, не заводись. Их тоже можно понять. Вижу, и тебе тяжело. Я ведь тоже воевал. Давно, правда. Зато помню, как сейчас. Ограниченный контингент. Таких, как мы, мало осталось. Видишь, с кем приходится работать? А что делать? Опытных, до толковых, как говорится, днём с огнём. Ну, чё нос ворочишь? Думаешь, я считаю, что ты на моих вобидишь, за то, что они тебя намели бока? Ну, ладно, как муха крылышками. И тебе же мы не нравимся. Очень не нравимся. Как живём, какие порядки. А ты, майор, задумывался, как оно здесь, наводить порядок? Решать вопросы. Москва далеко. Если по каждому вопросу ждать решение, то можно состариться. Или вообще подохнуть. А людям сегодня надо жить. И проблемы у них, во, выше крыши. И с этими проблемами они идут, знаешь куда? Ни к бандитам, ни к этой администрации, грёбанной, у которой на уме лишь бы одно, где бы повкусней пожрать. А сюда, ко мне. И знаешь почему? Потому что я эти вопросы решаю реально. Понял? Ты город видел? Всё чисто, аккуратно. Бандитов нет. Хулиганов нет. Пьяных нет. Рад за тебя. Но от меня-то чего нужно? Да я хочу, чтоб ты понял. Ты вообще знаешь, какая зарплата у мента? Я вижу, тебе пофиг. А мне вот не пофиг. Если я делаю работу, защищая людей от бандитов, от произвола чиновников, я хочу за это получать нормальные бабки. Чтоб люди их мои имели. Ты вообще знаешь, что здесь было 10 лет назад, когда я только заступил? А? Ни дня без перестрелки. Ни дня. Люди реально боялись выйти на улицу. А теперь спроси у любого. Есть бандиты? Нету. Спасибо Олегу Ильичу. Всех вывел. Люди вздохнули. Собственностью стали обзаводиться. Частой, мать ее, так. Тракторами, личным транспортом. Я эту машину честно заработал. Я под пули за нее лез. И людям действительно помогал. Спроси у любого, если проблемы куда не идут. Сюда, ко мне. Милиции доверять стали. Со своими бедами они все идут сюда, к нам. И мы всем помогаем. Всем. Слушай, майор, помоги мне. Как от вашего отделения до Лолжской улицы пройти? Ладно, сам найду. От таких, как ты, одни неприятности. Уезжай отсюда, майор. Чем быстрее, тем лучше. Как сам понимаешь, это не просьба. Трактор. КОНЕЦ Да. Здравствуйте, Олег Ильич. Настя. Да. Я деньги принесла. Что за деньги? От Фарида. За лицензию. Вот. Ты только за этим приходила. Выпьешь? Нет, спасибо. Я пойду. Задержись на секундочку. Подойди сюда. Как дела дома? Как дедушка? Лучше. Спасибо. Какая ты стала красивая. Лучше. Тебе отдыхать надо. Олег Ильич, не надо. Я не хочу. Мне никто в этом городе не смеет говорить «нет». Стой, ты куда? Забыл плеер своего майора. Рюкзак оставь. Не положено. Семен, Семен. Посиди за меня пять минут, а? Куда? Я плеер забыл. Ты что-то забыл, боец? Будь другом. Закрой дверь с той стороны. Давай. Что, не понимаешь, я занят? Не можешь подождать за дверью? Я плеер забыл. Ладно, забирай и уходи быстро. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Чё, изголодался? Может, хочешь к нам присоединиться? Вали отсюда. Ты мне уже на нервы начинаешь действовать. За помощь к тебе приходит, говоришь, да? Пошел вон отсюда. Идем. Быстрее. Идем. Где чёрный выход? Я не знаю. Ты что потерял здесь? Я не знаю. Я не знаю. Ну, ты попал. Ты чё, играть умеешь? Так у меня высшее образование по классу гитары. А чё ты тут делаешь? Сюда посторонним нельзя. Что? Проходи. Тихо-тихо-тихо. Амурку можешь? Легко. Есть закурить? Держи. Спасибо. Дарю. Видал? Господи, что ты наделал? Идем быстро. Ты что, не понимаешь? Ты не знаешь этих людей, они же убьют тебя. Держи! Грабу, убери, это задержать! Понял. Дуй Гаврилову наверх! Пойдем. Товарищ майор, Олег Ильич, ты цел? Сейчас, сейчас, сейчас. Беги один за меня, не беспокойся, слышишь? Идем. Уходи. Садись! Садись! Куда они поехали? Замерут, по трассе. Садись! 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 КОНЕЦ! КОНЕЦ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА